С самого утра на площади Ленина работает поливомоечная машина. На асфальт выливается поток холодной воды, но из-за жары испаряется в считанные секунды. Спустя время новый полив. На радость жителям. Так как температура в городе свыше 20 пеградцев, проводим орошение, то есть полив. Прибить пыль, освежить воздух, немного охладить асфальт. Работы ведутся ежедневно в каждом из районов города. Всего на маршруте соответственно 4 машины. Каждая на базе КАМАЗа работает днем и ночью. Как минимум охлаждает асфальт. И кстати, функция эта не так уж и фантастически звучит. Когда полотно сильно нагревается на солнце, покрытие, что называется, плывет. И на дороге появляются вмятины и колея. Продавливают тяжелые грузовики. Еще одна задача – содержать полотно в чистоте. Улицы Центральные, там где большой поток машин. То есть Ленина, Первомайский проспект, Московское шоссе. Пульс Дзержинского, Есенина, Спортивное. В особо жаркие дни поливальные машины задействуют в так называемой аэрации воздуха. Это когда струи воды направлены вверх, что-то наподобие душа, охлаждая не только дорожное полотно, но и воздух. Вся воздушно-капельная взвесь начинает испаряться и улучшает микроклимат. Кстати, другой важный вопрос, который не раз возникал у рязанцев – это работа поливомоечных машин в дождь. Дескать, зачем выезжать, когда сама природа моет улицы? Но дело в том, что оказывается, во время ливня грязи становится больше. Она стекает с колес авто, сюда же выпадает грунт с газонов. Если все оставить как есть, то загрязнения станут пылью и, так сказать, впитаются в асфальт сильнее. И на их отмывку идет больше времени. Поэтому мысье в дождь работает, по примеру, стирки. Предварительное замачивание позволяет справиться даже с самыми сильными загрязнениями. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.